Они увидят наказание Аллаха. Те люди, которые крышуют этих наркобаронов. Героин по отношению к соли вообще витамином, говорит, читает. За короткое время, говорит, я потерял, говорит, работу. От меня ушла жена. Машину разбил, под КамАЗ попал. Я, говорит, начал думать, как я ее буду насиловать, свою сестру. Хвала Всевышнему Аллаху, Который нас сделал с вами мусульманами, сделал единобожниками. И хвала Аллаху, Который отправил к нам с вами свое руководство. Это священный Куран. И также ниспослал к нам своего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи и вассаляма, со своей причистой сунной. Всевышний Аллах, субханава тааля, в своей священной книге все, что нам необходимо, из обязанностей упомянул. И также он упомянул все, что связано с запретным. И мусульманин, следуя повелениям Аллаха и остерегаясь его запретов, он будет счастлив и на этом, и на том свете. Это и есть спасение в обоих мирах. Аллаху Тааля в Куране говорит, «О, вы те, которые уверовали, воистину одурманивающие, азартные игры, идолы, гадальные стрелы, являются скверной издеяния сатаны. Вы сторонитесь же ее, тогда вы преуспеете». В этом аяте, дорогие братья, вот те грехи, которые упомянуты, они являются большими грехами. И в первую очередь Всевышний Аллах упомянул хамр. В переводе с арабского это вино. В шариате хамр – это все, что одурманивает разум. От Ибн Умара передается, он говорит, что Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ля'н Аллаху хамра, ва шарибаха, ва саакияха, ва байаха, ва муптааха, ва асыраха, ва му'тасыраха, ва хамилаха, ва махмулята алейхи». Всевышний Аллах проклял одурманивающие, тот, кто употребляет, тот, кто угощает, покупающего, продающего, изготавляющего, кому изготавляют, несущего и кому несут. Все эти десять категорий, они прокляты Всевышним Аллахом. В другом хадисе от Абид-Дарда передается, рада Аллаху та'аля ангу, он говорит, «Мне завещал мой друг, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, «Ля ташри бил хамра, фа иннаха мифтаху кулли шалин». «Ты не употребляй хамр, одурманивающий, поистине она является ключом от всего зла». Также в другом хадисе посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорит, «Куллю мускерин хамрун, ва куллю мускерин хараму». «Всякое опьяняющее является хамром, и всякое опьяняющее запрещено». Вот здесь этот хадис, как раз-таки ученые взяли доводом, то, что любая вещь, которая опьяняет, она хамр. А любой хамр – это запрещенное. Разницы нету, дорогие братья, она в жидком виде или же в сухом виде, в каком виде бы ни было, она является запретным, все, что одурманивает разум. Ибн Хаджир Ас-Кулляни, рахимахуллах, он является, ему дали прозвище Амир-му'менин, правитель верующих в науке хадисоведения. Он, когда разъясняет хадис, где пророк, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «Всякое опьяняющее запретно», он говорит, что эти слова являются доводом к запретности употребления всего то, что опьяняет, даже если это не жидкость, говорит. Таким образом, он далее говорит, под запрет подпадает гашиш и другие наркотические вещества. Шейху алейхи-салям, имам Ан-Наву Абюр-Рахимахуллах, в книге Аль-Маджму, он также то же самое передает, он говорит, что то, что касается, что лишает рассудка, но не является ни напитком, ни лекарством, как, например, белина или гашиш, то решение шариата относительно, их подобное решение относительно алкоголя, оно запрещено, и молитва пропущена из-за недееспособного состояния обязательно к возмещению. Человека, употребляющий подобные вещи, наказывают таазиром. А не хаддам, хаддам, Аллах лучше знает. То есть таазир, он чуть-чуть легче, чем хад, это наказание, таазир, это как бы воспитывание, так переведем это слово. Издали, вот, также великий ученый шафийского мазхаба, имам Рамли, Рахимагулла, он в книге Нигайет-эль-Мухтадж, говорит, запрещено распитие всякой жидкости, даже в малом количестве, если его потребление в большом количестве опьяняет. То есть, например, если человек, например, пьет, он говорит, мне же, я же не опьянял от этого, мало выпил. А шариатское правило какое? Когда человек, если пьет его в большом количестве, если его голова одурманивается, то ему запрещено и в малом пить. Туда, сюда любое входит какое-то, или сухое, или жидкое, даже квас. Если ты квас много выпил, тебе в голову дало, тебе запрещено это пить, потому что он одурманивает твою голову. Далее он говорит, распивающего ее наказывают хаддам, нанесение 40 ударов палкой. Это тот, кто пьет жидкое, алкоголь. Таким образом, слово жидкость исключается нежидкие вещества, запретные к употреблению такие, как белина, опиум, шафран, большом количестве, гашиш. За это нет хадда, даже если употребить его в жидком виде, потому что от их употребления не возникает бурного настроения, в отличие от сухого вина, учитывая ее основу. А употребляющего сухие психотропные наркотические вещества наказывают тазиром, наказание, которое предпочтет лучшим судья. Будь то побои палкой, но в этом случае они не должны доходить до 40. Или же заключение в тюрьму и тому подобное, дабы тем самым отбить у него желание к употреблению этой мерзости. Вот это то, что говорят ученые, дорогие братья, по поводу употребления какого-либо любого одурманивающего вещества. Я сегодня хотел бы поговорить именно о наркотиках. Почему я эту тему сегодня затрагиваю? Потому что эта беда коснулась сегодня и мусульман тоже, к сожалению. Если просто взять статистику, взять, дорогие братья, по России, возьмем статистику, в России умирает в год более 130 тысяч людей от наркотиков. 100 тысяч из них умирают за то, что у них отказывают внутренние органы. И в основном это возраст от 15 до 30 лет. И Дагестан также не является исключением. Я на днях разговаривал с одним братом, который сам был наркоманом. Он оставил это. Он даже начал после этого лечить людей от этого. Несколько лет он занимался лечением людей. у нас три года назад в Дагестане один реабилитационный центр был для женщин один. Сегодня пять семей уже стало. За три года, дорогие братья. В каждом центре находится от 15 до 50 человек. Представьте, это только для женщин. Для мужчин около 50 реабилитационных центров в Дагестане есть. От 15 до 50 человек там находятся. Это представьте, те люди, которые осознали сами, что они не могут справиться с этой болезнью, наркоманией. Или же те люди, которых родственники просто провели и закинули туда. Сказали лечить их. А сколько тех, которые просто гуляют, которые не понимают, что они болеют этой болезнью. Таких же очень много сегодня, дорогие братья. И в основном, когда я спросил, а что здесь распространено? В основном распространено соли и мефедрон. Вот эти две вещи. Это их делают химическим путем. И сегодня их легко достать, говорит. Вообще проблем нет достать. Есть сайты, определенные сайты есть. И вот через эти сайты они связываются с этими наркодилерами, с этими барыгами и достают вот эти вещества. Вот человек, дорогие братья, употребляющий эти соли, чтобы мы понимали, вот эта соль, когда я спросил, я говорю, соль хуже или героин? Что хуже? Он говорит, героин по отношению к соли вообще витамином читает. Он витамин, говорит, от него такого вреда, как от соли нет. Но соль сегодня сильно распространена. И вот это употребление соли, дорогие братья, она месяц хватает человеку, чтобы он животным стал. Животным. Животным мы сейчас объясним, каким образом он животным становится и что мы подразумеваем по словам животное. Вот когда человек употребляет соли или же мефедрон, соли, чтобы понимали, они намного жестче и хуже соли. Когда употребляют эти соли, он лишается четырех сфер своей жизни. Первое, это биологическое, его здоровье. Он полностью убивает свое здоровье. этот брат сам, который был, рассказывает, 10-15 дней вообще даже не спишь. Ты постоянно на суете, ты на суете. Ты не спишь. Ты можешь поспать, сидя, заснул на час, на два, все, проснулся, дальше суета продолжается, дозу принял. И вот так 10-15 дней может продолжаться. Потом и за эти 10-15 дней ты не кушаешь, не пить, ничего не хочешь. У тебя просто вот этот под наркотическим действием находишься. И уже когда твой организм полностью истощается, уже все, ты не можешь двигаться, тебе организм говорит, надо спать, отдыхать. Приходишь домой 3-4-5 дней, неделю можешь просто спать. Ты восстанавливаешь, спишь, кушаешь, пьешь, в туалет ходишь. Все, вот этим ты занимаешься это время. После, когда силы набрал, тебе все, в порядке, выходи, выходи за охотой этого наркотика. И вот так у него продолжается жизнь. Это биологическое. Один вот пример тоже он рассказывал, реальный пример. Один говорит, попал в Москве, там притон был, там на квартире притон, и женщины, и мужчины все собирались там. Принял дозу я, вышел на улицу, 5 часов утра было. Вышел на улицу, иду и нарвался до полиции. Они меня увидели в таком состоянии, наркотики тоже с собой были, забрали в полицию. И когда доходил до полицейского участка, вот вышли только с машины, я увидел шанс убежать. А чтобы вы понимали, наркоман очень сильно себя любит. Он очень сильно любит. Он говорит, я сорвался, втопил, начал убегать, такой рывок дал, я оторвался от них вообще. Я уже до тех пор бежал, у меня ноги отказывать начали. А когда под наркотическим ты находишься этим веществом, ты не чувствуешь болевые синдромы, это все у тебя пропадает. Он до того убежал, что ноги уже отказывают. Затем я как-то добежал до этой квартиры. Зашел в квартиру, сел, накрылся и просто вырубился. У меня ноги все отказали. Я вырубился, через час проснулся, эти все наркоманы вокруг меня тоже собрались, меня в чувство приводили. Вот представьте, он чуть-чуть передозировку сделал, он живой еще остался, это хорошо, он же мог просто уйти в этом состоянии и все. Также психологическую также сферу жизнедеятельности затрагивает. То человек, который наркотики принимает, у него постоянные психозы, депрессии бывают, панические атаки, тревожность. Он рассказывает, постоянно думает, что кто-то тебя подслушивает, кто-то за тобой следит, ты вот так на суете постоянно находишься. Нервное истощение, галлюцинации постоянно бывают и даже попытки суицида. С собой тоже порой они хотят покончить. Также затрагивает социальную сферу деятельности жизни человека. Это семья, работа, друзья. Вот этот брат рассказывает, за короткое время, говорит, я потерял работу, от меня ушла жена, машину разбил, под КамАЗ попал. Друзья от меня ушли, никого не осталось. Я, наркотики, наркоманы, все, больше никого не было. это за короткое время. И вот эти соли, дорогие братья, месяц хватает, один месяц, все, вот это все ты теряешь. Следующее, то, что теряет человек, это духовную. Духовную теряет свою сферу жизнедеятельности. Все моральные ценности, которые были у него, они пропадают. я один пример приведу вам, чтобы было понятно, что это такое. Один наркоман рассказывает, который оставил это. Он говорит, я вам рассказываю, мне рассказывал тот, кому он рассказал. Он говорит, я вам рассказываю, чтобы вы понимали, что это такое. Я дома пришел домой, соли принял, сестра находилась дома, сестра находилась старшая дома. И я начал думать, как я буду насиловать свою сестру. представьте я думал план у меня был горит и эти вещи то что он перечислял сейчас говорит вообще не к месту это здоровому человеку в мысли не придут даже то что он хотел делать а он это все рассказал чтобы выиграть понимали что это такое и повезло ведь мама пришла я сделал бы говорит это с ней я все что хотел бы сделал бы стиль вот это вот эти наркотики вот к чему приводит родную сестру он насиловал бы и это с удовольствием делал бы вот эти соли что понимали они в человеке вот зверя же с человека зверя делаю у тебя ничего не остается ничего не остается человеческого тебе наплевать и в отличие например дорогие братья если сравнить с другими например грехами наркоман он получается и убийца и прелюбодей насильник вор обманщик все грехи в нем собираются например если убийцам только убивают вор ворует а этот наркоман он все может сделать он неадекватный человек от его все можно ожидать в отличие от других греховец тоже взять наркоман например он лишается и этого света и того тоже да вот например если убийца кто-то убивает за деньги до киллер он зарабатывает на этом он живет здесь как-то хорошо на этом все эти деньги видит вор ворует зарабатывает на этом он как-то живет а наркоман у него в мирского тоже ничего не остается не мирского не ахирата загробной жизни он полностью погибает поэтому дорогие братья и итог какой наркомана итог что у нее получается у него три вещи бывает это тюрьма это тюрьма это больница или же это могила все 3 4 нету если он не оставит это дело вот эти три вещи если у здравого человека спросить спросите любого человека что ты предпочитаешь вот одно из трех никто ни одно из этих трех не не предпочтет потому что ответ это все плохо это все плохо дорогие братья еще один случай расскажу то что что связано с наркотиками вот этот брат мне рассказывает я говорит вот в россии был одном из городов ягод несколько раз я понимал как что это плохо я осознавал что это я сам не справлюсь с этим мне помощь нужна я проходил садился в автобус говорит и только до отъезда автобуса я выбегал герд уходил обратно она этот наркотик не давал мне это возвратиться домой несколько раз так продолжалось мне когда водитель говорил отчет идет уходишь ягода так и уходил не просто он настолько сильно затягивает человека и человек сам уже не властен над этим и братья вот это же все начинается не сразу человек соли принимает героин опиум это же с легкого начинается начинается это все с малого даже возраста сигареты все начинается сигареты человек курит вначале потом после он кальяном может сочетать сигареты затем дальше он может снился и вот эти да то что на свай спайс это все идет потихоньку затем он переходит уже на уколы вот один случай с уколом тоже реальный случай один брат рассказывает в россию поехал друзья позвали его позвали его друзья в россию кольнулись они героин кольнули и вышли говорит зима горит было зима это в москве было мы же знаем какая-то там зима бывает вышел ведь с подъезда и такую лето почувствовал ягод снял куртку в футболке говорит и пошел гулять погулял погулял сел на скамейку и потом я просыпаюсь умираю от холода говорю умираю год я знаю что я сейчас умру горит если не зайду куда-нибудь не согрею стал со скамейки пошел в магазин меня в таком состоянии увидели выгнали без магазина увидел рядом ведь такси зашел таксисту таксист увидел мой состояние хотел выгнать я гортю взял за шею я тебя за душу дать если меня не оставишь машине я тебя за душу гордя умираю горит от холода если я здесь не останусь я умру говорит этот уже понял что на самом деле я умру если он меня выгонит ягод остался согрелся и вот агир потом себя прошел и ушел это здесь передозировка получился ну а это передозировка такие редкие случаи когда живой остается человек он остался живой а эти с ним которые были друзья него все кинули они увидели что у него передозировка пошла гнать начал просто оставили его и все вот вот дорогие братья к чему это приводит поэтому вот нам мы что должны делать с начинать себя надо со своей семьи надо начинать с близких даже сигареты надо пресекать вот эти маленькие наркотики это тоже это же начало всему с этого надо начинать не оставлять эти вещи кто-то сегодня себя оправдывает говорит вот как мы же ранее провели мнение ученых то что хамар это не только вино не только опьяняющие не только спирт но это все любое то что одурманивает разум и человек принимая это он находится под проклятием аллаха под проклятием аллаха находится сегодня девушки принимают это вот это мефедрон они в основном помягчивает у него эффект мацалей девушки на мефедроне и чтобы вы понимали когда мефедрон принимает человек у него влечение к сексу идет у него заниматься сексом влечению у него сильное желание появляется даже рассказывают вот у них свои специальные есть эти слова вот рассказывает реально кто это делал на машине едем говорит и у них знак такую мяу-мяу говорит короче они едут и девушки которые там ходят они видят мы гад смотрим вызывающих находит мы понимаем что они уже тоже вероятность лишь что они сидят на этом мефедроне мяу-мяу говорим они тоже смотрим реакцию подали все забирают машину едут они и что они там делают только аллах знает начиная с этого наркотика заканчивая непонятно чем все все грехи там совершают они понимаете дорогие братья это среди нас все происходит и мы сегодня не должны в стороне осталось у нас есть близкие знакомые есть у нас здесь в огня сколько хочешь наркоманов которые на этих солях сидят все что попало они принимают и мы должны как-то хотя бы пресекать а порой бывает мы с ними общаемся брат обнимаемся с ним его надо просто останавливать с таким не надо общаться полностью за пресекать надо вот это общение с него надо нас и от наставление делать показать что ты вообще ты ты мерзкий человек от тебя никакой пользы нету сначала конечно надо наставление сделать сказать брат оставь оставь эту мерзость иди лечись ты больной человек просто проблема знаете в чем они в основном думают что это не болезнь они думают что я в любой момент смогу оставить но нет это самообман они не могут это уже оставят они больные люди а этот больной человек как мы это несколько случаев которые мы привели сколько случаев был убийств насилий родных близких мы провели просто случай который не дошел до этого а сколько было изнасилований отец дочку насиловал и так далее есть сколько хочешь случаев таких это же все не в здравом смысле делается это все делается под действием наркотиков здравый человек на такую вряд ли может пойти разумный человек хочется обратиться к тем людям которые распространяют этот наркотик они занимаются распространение они думают это легкие деньги да они зарабатывают до легкие деньги конечно пошел раскидал его например на карман тебе кинули там месячную двухмесячный может полугодовую зарплату то что обычный человек получает и все ты сидишь он думает так легко все пройдет так легко у них не пройдет эти люди тоже они находятся под проклятием всевышнего аллаха они помогают грехи аллаху тали в куране говорит не помогает в грехе и во слушании аллаху тали запрещает в этом помогает также посланник аллаха салли аллаху алейхи вассаляму хадисы говорит и тот каждый кто начал совершать что-то плохое противоречащие шариату и будут следовать за этим он получит грех за это и грех за тех кто за этим последует и у них за за это следование грех тоже не уменьшится поэтому дорогие братья у распространяющий он убийца тоже он убийца что вы понимали он же прекрасно понимает наркотик в основном к чему приводит к смерти этот человек убивает в частности который распространяет наркотики среди мусульман он убивает мусульманина а всевышний аллах по этому поводу сказал четко и ясно высказал со своей священной книги а ауду билляхи мина шайтану раджим тот кто убил верующего преднамеренно и его воздаяние это адская гиена которой вечно он будет пребывать аллах разгневается на него аллах его проклянет и аллах ему готовил мучительное наказание эти распространители они убивают сегодня людей они убийцы ходите посланник аллаха саллиллаху алейхи сказал куль-люзан бинас аллаха ай-ягфираху или аман мата мушрикан а у му-минун ката ла му-минан мута аммидан аллах все грехи прощает кроме того кто умер мушриком язычником идолопоклонником или же верующий который преднамеренно убил верующего человека аллах ему грех не прощает за преднамеренное убийство эти на наркобароны эти да их так называют они убийцы они убийцы людей и эти люди вот с ними часто знаете что происходит они сами туда попадают в эту яму их не близкие туда попадают и сами они через это все проходит вот так аллах их унижает и еще хотел бы обратиться тем кто крышу от этих людей у них крыша тоже бывает просто так не происходит эти не люди которые их крышуют эти не люди которые они конечно долю с этого имеют они зарабатывают на этом они за это перед свящим аллахом ответит в аллахе они ответят за это и они здесь же будет мучиться на этом же свете они увидят наказание аллаха те люди которые крышу от этих наркобаронов як обращаюсь к этим людям пока эти сделайте таубу оставьте этот мерзкий путь оставьте его вы убиваете преднамеренно людей вы находитесь под проклятием всевышнего аллаха и это так с ваших рук это так не сойдет вы за это ответите обязательно ответите пусть и вышли аллах дорогие братья нам даст силы следовать при чистому шариату пророка салли аллаху алейхи вассаляма пусть и вышли аллах нас убережет от всего мерзкого от всего порицаемого наших близких радных сих мусульман в алхамду лиллэхи рубил аллэмин